По пути к Невскому Иван Ильич видел те же недоумевающие взгляды, встревоженные лица. Повсюду, как маленькие водовороты, вокруг вестников новостей собирались жадные слушатели. В подъездах стояли раскормленные швейцары, высовывала нос горничная, оглядывая улицу. Какой-то господин с портфелем, с холеной бородой, в расстегнутой хорьковой шубе спрашивала у дворника. «Скажите, мой дорогой, что там за толпа? Что там, собственно, происходит? Хлеба требуют, бунтует барин». Ага. На перекрыстке стояла бледная дама, держа на руке склерозную собачку с висящим и дрожащим задом. У всех проходящих дама спрашивала, что там за толпа, чего они хотят. «Революцией пахнет сударыня», – проходя уже весело, воскликнул господин в хорьковой шубе. Вдоль тротуара, шибко размахивая полами полушубка, шел рабочий. Нездоровое лицо его подергивалось. «Товарищи!», – вдруг обернувшись, крикнул он надорванным плачущим голосом, – «долго будут кровь нашу пить!» Вот толстощекий офицер-мальчик остановил извозчика и, придерживаясь за его кушак, глядел на волнующиеся кучки народа, точно на затмение солнца. «Погляди, погляди!» – рыданул, проходя мимо него рабочий. Толпа увеличивалась, занимала теперь всю улицу, тревожно гудела и двинулась по направлению к мосту. В трех местах выкинули белые флажки. Прохожие, как щепки по пути, увлекались этим потоком. Иван Ильич перешел вместе с толпой мост. По туманному, снежному и рябому от следов Марсову полю раскакало несколько всадников. Увидев толпу, они повернули лошадей и шагом приблизились. Один из них, румяный полковник с раздвоенной бородкой, смеясь взял под козырек. В толпе грузные и уныло запели. Из мглы летнего сада с темных голых ветвей поднялись взъерошенные вороны, испугавшие некогда убийц императора Павла. Иван Ильич шел впереди. Горло его было стиснуто спазмой. Он прокашливался, но снова и снова поднималось в нем волнение. Дойдя до инженерного замка, он свернул налево и пошел по Литейному.